Британский премьер заключила договор с Демократической юнионистской партией, чтобы обеспечить себе комфортное пребывание на Даунинг-стрит-10. Чем пришлось пожертвовать Терезе Мэй и что она пообещала новым партнерам Светлана Чернецкая из Лондона? Они выступают против однополых браков, абортов и Евросоюза. Демократическая юнионистская партия довольно незначительная политическая сила в масштабах Великобритании, но влиятельная в Северной Ирландии. В британский парламент прошло всего 10 депутатов от ДЮП, но этого как раз достаточно для Прингера. Правящая консервативная партия не сумела набрать большинство на выборах, поэтому нуждается в помощи со стороны, чтобы проводить решения в парламенте. Ни оппозиционная партия либористов, ни либеральные демократы, ни шотландские националисты не хотели вступать в коалицию с консерваторами. Поэтому им не осталось ничего другого, как заключить сделку с партией, взгляды которой многие считают устаревшими. Даже внутри самих консерваторов есть вопросы к такому сотрудничеству. Например, у главы шотландских Тори Рут Дэвидсон не скрывает свою нетрадиционную сексуальную ориентацию. В прошлом году она объявила о помолвке с женщиной. Я потребовала заверения от премьер-министра, что наша политика в отношении прав ЛГБТ и однополых браков не изменится. И сотрудничество с ДЮБ никак на это не повлияет. Консерваторы не устают повторять, что это не коалиция. Это формальное обещание депутатов от ДЮП поддерживать голосование правящей партии по ключевым вопросам. И, конечно же, делать они это будут не за просто так. Целых две недели северные ирландцы торговались за выгодные условия сотрудничества. И консерваторам пришлось идти на уступки. Они выделяют полтора миллиарда фунтов на здравоохранение, образование и инфраструктуру Северной Ирландии. Но оппозиция возмущена, ведь финансирование идет не из партийной копилки консерваторов, а из бюджета страны, то есть за счет британских налогоплательщиков. Тереза Мэй обеспечила себе дальнейшее пребывание на Даунинг-стрит-10. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.